Мы приехали в гараж. У нас все задуло. Мы даже немножко подзастряли вот здесь. Папа сейчас таскает. Вот эти гаражи, смотрите, как задуло. По половине даже. А наша сторона не сильно задувает. У нас нормально. Мы прошли в свой гараж. Хорошо, да? Что у нас такая сторона? Незаносимая. У нас еще буранов не было. У нас тоже заносит, да? Нет, у нас когда буран на дороге выгибается. Это вот буранов не было маленького. Приехали мне. Мы привезли баночки с гаража. Вот такие огурчики у нас. Это аджика. Рецепт, кстати, у меня есть на канале. И это типа лечишь что-то. Очень, кстати, вкусная штука с перцем и с петрушкой. Надо у мамы как-нибудь рецепт взять. Сейчас все помою баночки. Всем привет сегодня. Не помню, здоровалась или нет, но так на всякий случай. Яблоки купила. Смотрите какие. Пахнут реально. Яблоки всегда по запаху выбираю. Если бурочки в пакете, я через пакет их нюхаю. Яблоками пахнут. Ну какие. Сейчас на мою, положу и буду хрумкать. В связи с ничьей. Краснодар. По-моему, сейчас банки все. Ездили. Короче, съездили сначала в гараж. Взяли баночки. Потом поехали к маме пообедать. У них вчера гости были на Старый Новый Год. Победали. После гостей там у них утка осталась. Рыбка. Поели. И пошли на тропу здоровья. Круг целый прошли. И потом они домой пошли. А я к себе. Забыла. В гипермаркет съездили. Я вот печень взяла куриную. Так хорошая печенка была. Кстати, вот когда надо по гипермаркетам-то ходить. После Нового Года, видимо, люди потратились. Да еще и, наверное, продуктов дома куча. Тишина. В магазинах никого нет. Такие скидки на все. Мясо по выгодным предложениям. Фарш там вот мама взяла. Хороший Мираторговский. И Индилайт тоже. Я иногда вот брала. Ну, я редко беру. В основном сама делаю. Но бывает иногда, что. Было такое, что брала. Потому что, видимо, народу нет в магазинах. После новогодних праздников. Еще забрала свой выигрыш в лотерею. 100 рублей. Да, я покупала три билета. Один у меня выиграл 100 рублей. У родителей, кстати, тоже один билет 100 рублей выиграл. Но я, естественно, выигрыш не забирала. Я взяла еще один билет. На следующую лотерею. Вот так, глядишь, что-нибудь выиграю. Привет, ребят. Ой, что у нас творится на улице. У меня сегодня всю ночь голова болела. Завывала на улице по-страшному. У нас вообще хорошо так слышно, потому что пятый этаж. И сейчас воет, метет, снег. О, кошмар. Видите, что? Опять? Опять? Мне посоветовали повесить на елку соску. Ну, как бы, примет, вот, типа, чтобы в следующем году был ребенок. Вот это вот залазит. Я повесила, так как большую убрала, повесила на эту. Залазит. И смотрите, что делать. Вот именно соску она стаскивает с елки. Вот она валяется. Зачем ты ее стаскиваешь? Тебе она зачем? Вот так вешаю уже подальше. Подальше. Вот даже сюда куда-то я ее повесила. Вот так вот вешаю. И стаскивает все равно. Уже второй раз сегодня. Один раз ночью стащила. Куда тебе эту соску? Я тут решила замутить пирог брауни, который я делаю. Ну, по своему рецепту. Быстрый который. Я долго же возиться не люблю. И думаю, заодно поболтаю с вами. Не знаю уже, что вам снять. Уже вам, наверное, ничего не интересно. Потому что уже задолбала я своей уборкой, готовкой. Одно и то же, да? Понимаю, что вам надоело. Потому что мне надоело тоже. Вам, наверное, не интересно это смотреть. Как я там убираюсь, готовлю ежедневно одно и то же. Пока, к сожалению, так. Пока нет Дэна. У меня нет особых развлечений. Никуда я не езжу. Показать так вот особо нечем. Ничего такого нет. В моей жизни не происходит интересного. Поэтому пока так. Приедет, когда мы вдвоем, там, конечно, поинтереснее. Мне, кстати, 24 марта будет 35 лет. Вот думаем по поводу... Денис говорит, давай, говорит, закажем кафе, пригласим там родственников, друзей. Ну, самых близких, естественно. Не свадьбу, что там устраивает. Отметим тебе юбилей. Ну, я так прикинула примерно, что на этот юбилей уйдет столько же, сколько мы можем отдохнуть, лучше съездить за границу куда-то в путешествие. Я больше склоняюсь к тому, чтобы мы куда-нибудь слетали. Но это при том условии, если все будет хорошо, если все будет хорошо со здоровьем. Сначала, естественно, Дэн пройдет обследование. Колено у него опять, кстати, разболелось. Сейчас вот звоню, он с утра мне болит, говорит, такой сканер. Побаливает. Так, он не жалуется, но спрашивает. Говорит, ну так, побаливает немножко там. Понятно, что значит болит. Ну, а потом, если все будет хорошо, то почему бы не поехать, я считаю. Как раз он здесь будет 18 февраля, он должен прилететь, если все будет нормально. 18 февраля, 18 февраль, март, апрель. До 18 апреля он будет дома. Как раз в такие месяца мы, помню, 1 апреля летали в Дубай. Было вообще здорово, классно. Именно такая погода, не сильно жарко, потому что летом там делать нечего, там плюс 60. Просто умрешь от жары. А вот в апреле как раз самый зашибись. Сейчас смотрела влог Леночки. Она там продукты разбирает, говорит, все подорожало. Вот у меня тоже какой-то, я вот с ней полностью солидарна. Капец, блин, цены растут как на дрожжах. Я заметила, да, что вот ты заходишь в магазин, просто заходишь в магазин там за каким-нибудь молоком или за творогом. Тысячи рублей нет. Вот просто с тысячей в магазин сходить, это ни о чем. Это ты домой вообще ничего не принесешь. Детям шоколадку, если вот у кого дети есть, ну я себе беру, там одну шоколадку возьму. Творог, молоко, хлеб. Там можно, ну, колбасу иногда возьмешь или нет. Какие-нибудь овощи, один огурчик, два яблока. Все, тысяча рублей. Это просто ужас. А зарплата мизерная, блин. У нас такие зарплаты, что 10 раз в магазин сходить, все. С Нового года опять, вот говорят, все подорожало. Итак, мы за все платим, хотя у нас медицина якобы бесплатная, обучение якобы бесплатное. Все, все покупаем сейчас. Детей в школу одеть, там обуть, это вообще ужас. Я не представляю просто сколько это денег. Все эти тетради, там все книги, сейчас практически все покупают. Институты платно. Медицина, блин, якобы бесплатная у нас, да? Вот я даже столкнулась, когда были у меня проблемы. Перед Новым годом. Кардиологу надо срочно. Запись кардиологу только через терапевта. А к терапевту запись будет только после Нового года. Я говорю, когда я этого кардиолога дождусь. Естественно, я его ждать не стала. И пошла, отдала, блин, тысячу рублей за платный прием. Вот такая у нас медицина бесплатная. А по факту мы все ходим в платные клиники. И платный анализ задаем. Потому что бесплатный фит дождешься. Уже не надо будет, когда до тебя очередь дойдет. Бесит прям, честное слово. Только для налоги платим. Не знаю, за что. Про ЭКО у меня тоже часто спрашивали. А почему вы там, типа, на бесплатный не встали? А потому что я работала в то время, когда шла на ЭКО. Меня не то, чтобы отпускать. У руководителя моего вообще истерика была, если я хоть в один день отпрашивалась, а в бесплатный, вот у меня девчонки делали это все. Там сидеть надо днями и ночами у нас в этом, в женской консультации, чтобы на прием попасть хотя бы. У меня не было столько времени, чтобы высидеть одну очередь, другую очередь, третью, пятую, десятую. Но платный все равно, да, поехал, там в один день все, за деньги все делается. Поэтому и платный делали. Это еще, говорю хорошо, да, вот у мужиков еще более-менее зарплата. Ну, как-то вот у нас так, по крайней мере, в городе. Мужчин еще куда не шло в зарплату. Женщин вообще кошмар. Вообще ни о чем. Слава богу, вот муж, дай бог здоровья, содержит, так сказать. А если женщина одна, вот, с детьми остается, я вообще не знаю, как они выживают. Мне вот, мне просто жаль очень. Ну, заказал с алмазной вышивкой. Ой, такая картина, вот сколько пересмотрела, да, вот надо, наверное, чтобы что-то вот в душе ее окнуло. Ну, у меня, по крайней мере, я когда покупки делаю, мне надо, чтобы вот меня прям задело. Тогда я покупаю. Я смотрела, значит, картины. Сначала хотела цветы какие-нибудь красивые. Смотрела, ну, что-то не то, что-то не то, что-то не то. Увидела картины с пейзажем, значит. Такой зимний лес красивый. Вот я представляю, если эта алмазная вышивка, она уже такая немножко, это блестит. Красиво. А тут, знаете, увидела, значит, дом такой деревенский, сток сена и вот эти вот сугробы, значит, тропинка такая протоптана и фонарь. Вот такие сумерки и в окошке горит свет в деревенском доме. Я вообще, я бомлела. Такая красота. Я, конечно, сразу заказала. Буду выкладывать, прям с нетерпением жду. Пока она еще с Алиэкспресс дойдет, конечно, долго. Вот все равно. Уже заказала. Я уже рада. А еще, открою вам небольшой секрет, мне должна прийти посылочка на обзор. Дай бог, чтобы дошла. Все нормально, я вам покажу. Будем распаковку с вами делать и тестировать все средства. Я собралась тушить картошку. Нарезала вот так красиво, своим ножом фигурным. Морковь и картошку. И печенку. Я, кстати, очень часто тушу картошку не с мясом, а с печенью и с сердечками. Вот у меня сердечек нет. Оказалось только печенка куриная, но с ней тоже будет вкусно. Морковку я не жарю именно в такую тушеную картошку. Я жарю только лучок. Здесь у меня лучок жарится. Взяла маленькую кастрюлю, вот такой ковчик. Потому что делаю немножко для себя. То, почистила еще картошку, и она оказалась лишней, как всегда. Сейчас потушу и покажу, что у меня получилось. Вот моя картошечка. Она приготовилась. Сейчас буду кушать. Накладывала себе и вспомнила фильм Девчата, где она рецепты из картошки, помните, перечисляет? Такая картошка, такая картошка. Картофель с лавровым листом и с перцем. Вот у меня как раз такой. Сейчас буду кушать. Всем приятного аппетита, кто кушает. Хочу вам показать, как я котлеты делаю. Вот фарш свой разморозила. Лук жареный. Так, теперь посолю. Добавляю вот хмели-сунели. Папельку. Много не добавляю. Перчик. Ой, свет забыл включить. Перчик. Сейчас наделаю котлет. Вроде как, может быть, кости придут. Не знаю. Сказали, может быть, в пятницу придем. В любом случае для себя тоже готовить. И манка. Обыкновенная сырая манка. Ой. Вот так хватит. Где-то столовую ложку на такое количество. Все. Фарш хорошо вымешиваю. Сейчас наделаю котлет. Больше ничего не добавляю. Только не знаю, где морозить. Ну, в принципе, у меня морозилка там. Поддон я убрала. Мантышки. Потому что у нас... Чуть-чуть варится. Уже второй день дождь идет. Вообще, по идее, должны быть крещенские морозы. У нас зима морозная. Сейчас в это время где-то минус 15 уже должно стоять. Минус 20, а то и минус 30 в крещенские морозы. Температура в эту зиму больше, минус 7 не поднималась вообще. Короче, сейчас идет дождь. Вчера был дождь. Метель страшная. У нас тут на пятом этаже вообще... Крыша прям, я думала, снесет. Ну, все. Короче, фарш вымешиваю. Сейчас сформую, покажу. Сформовала котлеты. Котлеты готовы. Обваляла в панировочных сухарях. Я такую доску еще огромную приготовила для них. Получилось 108 штучек. Сейчас, наверное, штучки две пожарю. Остальное оставлю застывать. И будем делать слойки с повидором. Жарятся мои котлетки. Вот благодаря манке они не развалились, не разлезлись. Прекрасно держат форму. И не нужно добавлять яйцо. И они пышные из-за манки. Точно. Вот такие вот. В общем, дожариваются. А я тут начала делать свои слойки. Сейчас покажу. Так, слойки называются проще простого. Или гости на пороге. Берете дрожжевое тесто. Готовое. Вот. Слоеное дрожжевое. Немножко его раскатываете. Вот у меня тут два листа. Получилось 12 слоев. На квадраты делите. Смотрите. На одну сторону выкладываете повидло, варенье. Или что у вас там есть. Мне кажется, даже можно выложить два кружочка колбасы. Тоже будет вкусно. В этой части делаете три дырочки. Вот. Вот так вот сворачиваете. И вилочкой по краям проходите. Залепляете. Все. Слойка готова. Нужно будет смазать сверху яйцом и отправить в духовку. Сейчас все сделаю и покажу. Все, ребята. Вот и слойки мои готовы. Это самый простецкий рецепт. Я его делаю, когда мне не хочется возиться долго с выпечкой. Ну что тут? Тесто раскатать готово. И повидло положить. И все. Можно, кстати, сгущенку вареную в серединку. Тоже будет хорошо. Слойки мои готовы. Вот так они выглядят. Ну и пиццу я сделала. То, что замораживала. Это тоже на слоеном тесте. Такая быстрая. Сейчас немножко оттуда я переложу ее. Все. К чаю все готово. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok .